так друзья так полушудя говорю будем работать злой полицейский добрый полицейский потому что и так и так когда я всегда злой на меня люди устают буду надо добрый значит смотрите чем почему я к этой теме не то что возвращаюсь постоянно не говорю потому что мой брат каждый день прислать несколько видеороликов все они от людей с той стороны какого-то мировоззрения то есть до сих пор не найдено вот я уже видел их если добавить сюда еще статьи не только фильмы а еще статьи и эти самые в общем сейчас поймете окажется что на свете на планете нет ни одного правильного дерева пока ни одного еще не нашли искать над каждым начинает издеваться тогда я думаю помаленечку буду ну хоть пять человек может быть новичков увидят спасем полсотни деревьев согласны давайте так значит что такое две беды я расскажу ниже это вот то что крупным планом сам принцип ну смотрите берется природа устроила так разных регионах течение миллионов лет она господь так не делал что в каждом районе по каждому это то водительском поясе ты посадил в одном климатическом поясе выжила груши сухо и чего корня откуда это отрастила вот другом яблони третьим абрикосов четвертом сливы и так далее начиналось компактное проживание а потом уже даже как у нас чернокожие ясно где в африке белокожие понятно что там это россия скандинавия проще вот и так далее то есть компактное проживание племя неважно человеческое племя или племя растений с компактного проживания миллионный лет смотрите груши вот так росли почему я рассказывал почему это сейчас не буду это уже это идет развитие сам призыв просто как бы показать этим специалистам груши изначально растут вот так яблони до ними чуть-чуть пошире растут абрикосы вот так растут яблони вот так сливы и так далее вплоть до того что вот такие деревья это принципиально теперь берет значит сколько я показывал этих вещей из популярных со сайта служишь миллион сто тысяч участников очередная жертва тоже женщина которая погибает груша вот фотография груши вот это самая дали листочки уже по ну какие они уже жухлая и вот когда у нее последняя смерть приходит а теперь приходит ну видно она не с ним не собираются этим же не собираются соком понятно тем более здоровым соком чем мы на это причина там внизу обычно это гниение обычно это собой приводит но это же груша она воды боится извините за выражение мои любимые груша боится воды как огня я не преувеличил вот это так получилось она как раз тех мест где и дорогие то это час по чайной ложке вот и так получается что тот же человек смотрит как есть советует человек который закончил тебе резюку да еще придется тебе резюки и говорит вот такая у вас а теперь вы лежите в центре чашу вы понимаете а другого они не знают потому что они это не проходили умные люди есть но это их уровень теперь смотрите вот это вот чуть чуть ниже листаем то есть поняли сейчас злой следователь с вами разговаривал меня вот это вот присылает мне это называется статья то она не просто статья вот это крупный канал завидую вот здесь написано так абрикос этот 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 плодность через три-четыре года ветки если их не обрезать отмирают вы приходите растет абрикос до третий год ведь правда же что они увидели обычно это коротенькие ветки мы их называем капец сами помните вот плодушками они действительно они это они отработали это их это становится сухой и окажется прежде чем они отобрет а еще человек не знает он еще живая будет давать плоды еще может год плодоносит а может два где-то он подходит я вам сколько показывал вот берет секатор и начинает вот так вот кромсать их все подряд все подряд потому что они через год-два отобрут вы логику ухоу ловили а сколько рампа улся пока она не осталась еще на дереве пусть сухая там практически туда она не является рады она сохла но это же отсохла это на как бы пробка является туда в мороз не проходит а когда ты не знал и вот как тут я уже не выдержал почему я таких миру сотни и 1 больше 1 меньше 272 вебинар сколько можно вот пора уже это прекращать вообще вы же все знаете нет я что увидел фотографию свою виду это когда увидел свою фотографию вот это а потом еще покажу остальные фотографии вот я сказал себе я обязан прокомментировать я имею право я перестал долбить тех уже потому что им надо они продают полу мертвые полу гнилые саженцы а им надо жить а из персонал а у не дети я тогда их не трогаю я сказал буду трогать тех кто меня порой и не только бедные вас посмотрите как регулярно обрезка абрикоса да посмотрели на мою фотографию посмотрели тогда я решил что надо упомянуть все виды обрезки сейчас поверьте почему ну что-то подобное вы уже видели и слышали и так что такое обрезку укорачивание веток полное отрезание веток ослепление почек вот просто подошел ковырнул ногтем это тоже обрезка прищипывание вот никто чему вспомнит и знаете сколько беды от него скручивание веток аж выгивание листьев и особенно летом осенью и зимой когда железом постулат родил давно уже лет 15 только книга это никому не нужно которая готова одного как говорится это рукописи не горят но как есть такое выражение но толку от них нет выполнение любого из этих приемов вот то что я перечислил даже отрыв одного из тысячи листиков одного из тысяч вот дерево от ищи приводит к ослаблению иммунитета болезням дошествия насекомых сокращению жизни вынужденному отравлению самих деревьев почвы и плодов просто непонятно тут вроде бы спорить есть листик оторвал дерево уже хуже а вы представляете я потом покажу спор идет надо отрезать 25 процентов веток поправляет другой специалист не больше 15 как будто на 15 процентов меньше будет урожай естественно в это самое хрупкий скелет счету будет страшное нашествие насекомых теперь надо брать в руки пульверизатор и так далее так вот это бы не женщина или мужчина написал когда с вами углубляющего садоводства вспоминаешь свой напрасный труд поняли о чем речь вот это и был напрасный труд подробнее потом вот теперь мне прислали после пересолета я не причем это переписка не со мной а просто прислали и так некий снегоманьяк пишет у меня песок гостей бей морозы были 40 дожди 1 2 за лето абрикосы железово 30 штук рака рост тут у меня второго рожая им 6 лет а круто 20 июля они все поспели все соседи в шоке собрал ветер 20 кус лучше чем на рыбке а это уже я ругаюсь фото гражданин снегоманьяк фото услышал меня нет это переписка чужая просто здесь моя фамилия моя фамилия мой трюх 30 штук вы представляете 30 штук ладоносер 20 лет и вкус лучше чем на рыбке а еще вы хотели так я почему сюда вставляю это добрый полицейский это я добрый полицейский настроение сразу лучше и это дает мне право ругать тех кто на мой взгляд уничтожает деревья уничтожить плодовая братика ну как ясно что речь о коротких веток это плодушки уничтожить их потому что они начнут отсыхать но когда они отсыхают они дереву не мешает у меня на старых абрикосов деревьев которые за 30 сотни если не тысячи этих сухих веточек зачем их отрезать это часть дерева это часть дерева поливать идем дальше ну вот он добрый спасибо снегоманьяк спасибо вот эта тема еще вот о чем я ее только мягко управляю пойду дальше случилась страшная вещь сегодня девять дней как умер мой сайногорский друг один из лучших страшная трагедия потому что надо был мужик это был мужик каких мало но это касается и садов и дорог где бьются машины так это касается и спальных мест и так далее то есть геопатогенные зоны я только мельком и дальше пойдем и так я наберил я рассказывал уже это было три недели назад вот я заберю что в районе живота была геопатогенда зона бы всего же двое двигали эту самую диван другое место но было поздно вот так я к чему говорю этих местах ничего не растет так и люди я не просто блин и что получается я долго не мог понять этот феномен откуда родилось меня спрашивают а я уже авторитет последние четверть века вот и меня спрашивать это правда что надо три раза пересадить или два раза пересадить неправда вот а вот все пишут знает а я потом заделся уже когда стал белок а торфиком когда я начал понимать его природу вот тогда только до меня дошло значит берет человек сажает осаживание смерти вот как этот перед вашими глазами да давайте пошире сделаем немножко вот так вот и человек видит что ни черта не растет это было давно сто лет назад 200 откуда взялось вот это поверье пересадила на скорости вот потом когда я разобрался в этом и сказал ну хорошо вы не разбирайтесь белокации это понятно вы не умеете владеть рамками если вы видите что уже просто чисто интуитивно ну вот вот уже не растет дерево по двум причинам не растет бывает прививка настолько не сращивается с подвоем сейчас вам покажу я тут готовился 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 вот еще это готовься вот у меня есть бесценные фотографии которые 20-30 лет я не успел перефотографировать то есть сделаю так чтобы на весь экран вот видно нет вот есть такие вещи но это еще ладно это просто пример частичная биологическая несовместимость а бывает так что уже не будет подвое не принял прямой узнаете что такое пересадка сердца почек печени это значит что высокая смертность понятно отражение чего-то дети вот и не угадали называется не угадали так и тут человек один из последних шанс черт узнает а вдруг пересадите человек пересаживает говорит за один год догнала те соседние деревья которым три года то есть все-таки геопатогенную зону угадали вот этот момент хотел отразить как добрый следователь так идем дальше я хотел вот это немножко с горечью это потому потому что вы видите вот это дерево последний раз больше не увидите значит я этой фотографии примерно я рассаду еще раз кто не знает мою помощнику аспирантку мою единственную мостик с наукой единственный мостик вот все-таки и надежда на будущее и моем 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 прошлом садоводство и вот смотрите этот засекреченный сад у садовода под которого мы зовем как это нельзя чтобы этот сад роскошная единственная вроде просто был проходим двором так вот у него что росло два черешни серьезный разговор сейчас поймете черешни от ботнара обе летом с виду по 15 я не специально не могу я уже сто раз показывал фотографии когда как на каждой из которых там по 5 по 10 лет черешни отборной и так две черешни и вдруг одна умирает года два назад она просто умерла он меня спрашивает почему я как дурак хожу вокруг вот он не видит и не режет не осветляет ничего не делает просто растет себя чуть-чуть хоть и как-то вода рассажившись чем улучшать вы чё смеете что ли вот и она обстоит мертвая 15 лет это еще не старость а перед этим то она была очень-очень обе черешни были одинаковая и просветающие единственное что я заметил это просто не могу не сказать померенный штаб вот все отличие было у одного не померенный у меня глаза лежит я вам сто раз говорил не берите лучше не будет если молодой дерево угробить если старое дерево и принципе кора уже жесткая и так смертельно старым деревом зачем тратить тем более еще раз слова перейти забыто появилось новое слово покрасить и краски помните вспоминаем о нет все это коротко название все не скажу только под пыткой так вот это были черешни дальше идет пять абрикосовых взрослых деревьев два моих как королевский академик плоды его одно от этого от одно от филиппе володи так с рынка и тоже предельно так же как академик такого же уровня плоды сто сто двадцать грамм мы заседу большого урожая бывает 80 это так и наконец еще два дерева не знаю чьи одно сильно ранее так вот что было дальше он берет это товарищ главного подскажу вот делать ему нечего он взял очень-очень крупный плод то ли от академика то ли от филиппева посадил вырастил дерево синис непривитый плоды оказались 30 грамм вкуснючие и урожайные вот а почему это говорю вот сейчас меня слушает почти я уверен два человека которые что мне написали пришли косточки вспоминайте из изолированного сада пианиста а слово изолировано от чего изолировано от дикарей вот так вот ребят но тут слава богу и доказательства ведь вырастил же 6 абрикос 7 спустился грамм ну простите там это было он уже довольно взрослая там было 5 плодов я попробовал все вкусно да или сада вот что еще надо сея из значит не стыдно в это самое мне продавать от его имени а вам покупать нет я считаю нет ну это было пока я должен следователь я много хорошего сказал теперь плохое и так это дерево которое он засугощал но это примерно два-три года задали вот она взяла и умерла то есть когда я приехал последний раз она была мертва я о нем говорил что это особый случай это селекционное дерево если человек волшебник если у него заложен этот талант а он пианист у него руки такие знаете что такое пианист для меня пианист это высшее существо я рядом с ним племей он пианист а представляете какие руки у пианиста и вот он этими руками взял привил дерево степную вишню полу кустарник привел на нее черешню я еще до елены год-два до этого угощался и тогда я когда сделал вот эту фотографию еще есть фотография годом раньше помогу я на вебинар это у нас проводим уже 18 года получается 6 лет или 7 тогда получается я об этом рассказал пока он запустил сад у него рядом с этим плану привитым на степную вишню черешню которая каким-то чудом приняла понимаете дело в том что я специально готов сказать что вот этого не случилось вернее так случилось она же мертвая но не сразу догоняйте о чем речь пойдет но не сразу у него рядом вот тут вот с ним вот на данный момент фотографию растет примерно 40 росло 40 запустил сад фактических саженцев корневых отводков этой же степной вишни что это договорил я сейчас вынужден повторить и уже с горечью как злой следователь не случилось я буду приедьте вы я не знаю кому обращать если в обакане институте если минусинские авторитетниче учреждение если в барнауле ну приедьте вы заплатите вы ему возьмите лопату он удаст лопату выкопайте эти же по двое которым год уже выдержит к самым общий корень это все от одного от одной степной вишни пошел выкопайте все отрежьте купите отрежьте все ветки с этого самого а пока вот через и жива воды девочки а тут сюда вижу попробую показать этот момент вот если кусок видно вот белая на белом вот они ветки и начинаете новое поколение черешни а я кому обращаюсь и тогда обращался к ученым конечно не услышали конечно не приехали они до бесконечности будут скрещивать еще показать настоящий гибрид вишнице с левой с абрикосом приехал сезон и нашел узнал вообще я по моим по лекции читал все детское в этом сама музея ерыгина лекции читал по садоводству вот это парочка пасканала у нас есть настоящие я дождался осени я приехал ты попробовал гибрид это самое абрикоса с этим со сливой я съедобен красиво так вот если уже заниматься этим то надо заниматься только прививками для города будущее всему садоводству до каждого последнего до этого до 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 камчатки до сахарина только и вот этим вот бессмыслица а вот этим вот то что вы видите на экране но дерево мертво и если придется начинать то придется начинать с нуля то есть кто-то берет двух садить косточки степной вещи они есть у меня год или два растить смотря как отец вы знаете сами за один год может вырасти отказывать 30 сантиметров а может быть 2 без вы догадываетесь зависит даже часто не от нас а где посадил так вот иначе посадил и вот такой момент он упущен упущен вот это мне обидно это злой следователь злой полицейский все дерево мертво это значит вот эти годы потеряны а тут мы сразу раз напрягался вот целое поколение а для чего это надо самая морозной кермеря вишни это придаем бесея и степная ну и вот пожалуйста вишня живая черешья на ней мертва вот прошли годы я специально фотографии подбирал простите прошли годы вот этот эффект это другая дерево это черешья на вишни я надеюсь наглядно почти года случилось вот это вот все прочее вася что начинаю криком кричать устал я обидно страшно ведь это же не мне надо то еще один момент влияние по двое на прямой ну куда без тебя вот дело в том что я хочу чтобы все знали что все что я говорю рядом со мной находится моя совесть вот она слева это моя совесть это значит я не смогу не соврать и чего это не сказать лишнего вот и смотрим дальше итак однажды минутку надо горло промочить случилось чудо просто так взял ну позвонил попросился в гости из минусинска на автобусе приехал дикима александр лисеевич этот мужик тогда привез ее 27 персика которая сейчас покоряет что всю россию придачу украину и так далее вот помните персик минусинский это не благодаря мне я никогда на себя лично не беру хасанский да я его спас от смерти а это 20 этих дошли до плодоношения все прекрасно и калечил калечил веточки с них продавал уже как с минусинского загубил почти все кроме 4 5 6 вот но дело в том что этот товарищ еще к тому же взял и мне привез подарок два привиты две привиты груши одна из них перед вами прошло пару лет и она заплодоносила и это вот опять а по двоих я хочу сказать дело в том что он где они просто ну скажите можно прижать такой человек который сделал подарок царский вот это что от него почеркать от него пошли минусинские персики тот же уровень скорее всего это вариант хасанского да скорее всего вот потому что этот мальчурский он не съедобный а эти похоже как братья он немножко поярче минусинские немножко поярче окраска у плодов а так не отличишь и вот получается два садится передо мной я их сажаю и выражая ему свое недоумение ли сестью давай так это ты еще будешь садить садить послушай бы его совета я уважаю тебя все вот первой следующий раз у самой земли нормально все слушайте дальше посадила два привитых две привитых груши одна из них умерла ближайшую зиму причин может быть много сами понимаете вы понимаете допустил скорее всего а вот только касается скорее всего по моим меркам случилось следующее дело в том что вы видите сантиметров 50 штамп от дикаря кто у него был дикарях я не знаю вот но самое удивительное случилось когда это дерево за плана носила и плоды оказались абсолютно несъедобные мы попробовали сады а если нельзя вообще даже близко я долго думал с одной стороны прекрасный товарищ надежнейший вот он не продавал я не покупал я помню потом одарился ведрами с этим когда ему шикарные плоды абрикосов прямо с алюминиевым ведрами с этим прямо ведра хавлированных его отгрузил в эту минусец а чем не собирался не врать ничего тогда он возникает другой вопрос а почему по его словам сладчайшие груши стали дикими а а вот почему и сада специально говорю возьми покажи место прививки что понятно вот это место привить вот этот кусок штампа дикаря вот это место дикарь она из-за него одичало дерево скажите что нет вот скажите что они вкусные дец они несъедобные и другой причины я не вижу когда-то кто-то из нас с вами уже посмотрел я сделал туда по свой фильм который присутствует слова гений латинку буквально позавчера вчера позавчера вы могли этот фильм посмотреть вот и там речь пойдет и вы ниже покажу что такое как это могло случиться но самое главное что здесь случилось это том что дикарь победил и культурное дерево дало несъедобные плоды и хватило глюкозы ну и так далее вот и когда-то вы сами каждый из нас самостоятельно когда вы встретились эти были два законченных садоводов законченным уже можно сказать народным академии то есть уже дальше уже некуда прививать надо у земли тогда только подвое не сможет победить прямой но при этом что тогда получается получается проблемы с совместимостью и тогда еще что получается и надо преодолевать несколькими поколениями то есть я могу это дерево а я не стал этого делать вот она еще годик я тоже погибла хотя его не трогал вот его можно путем перепрививок вернуть его сладость если вернуть прямое куда на самый низ вот это я говорю будущем селекционерам да даже всем ведь вы когда придете на рынок сколько из вас сейчас печка вот очередная я не успеваю прочитаю прочитаю и каждый день через день отвожу печки так удобно печку разжигать одни принципе уже никому не нужны здесь все одно про то же вы догадались константинович и хрена константинович и хрена константинович кроме мата там еще обиды жуткие а люди не понимают что покупая на рынке те же должен совет так какой практический чтобы он пригодился по жизни вы уже придя на рынок вот у меня два человека которых я считал или считаю друзьями тотор и филиппе это два последних магиканина так вот которая я встречал на рынках прошлом году поза 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 прошлом да я подходил а я же не могу иначе полицейский добрый добрый злой вот я подхожу и смотрю как привито и где привито вот это ребята молодцы и вот тогда слова-то идет что саженцы то не саженцы урожай это получается сладкий а вы придете на рынок а если вам вот так а что вы думаете такие саженцы там нет ведь мой друг и сесть он не просто мне подарил от души он искренне считал что если привитое дерево у него быть сладкая а вот так вот значит вы покупая смотрите где прививка вы извините что долго объяснял а я по-другому не могу вот и так прививки должны быть у самой земли ху так это был добрый следователь добрый день с прошедшими праздниками по возможности смотрю видео на вашем канале все интересы спасибо нас так мало как назвала решил просто написать ну и пожелать вам здоровья и энергии успеха еще на долгие годы полученная вот тут будет сложновато давайте так кому надо потом влекайте я быстрее получил коз положил по ссылке степла квартиры когда у нас ударили морозы минус 30 ночи где-то в середине декабря буду ждать до весны до таяния всех уложил их емкости под названием подписал баночки из поддержку питания сверху открытые плотно набил снега поставил в разрезанную пополам 5 литров бутыль на землю по себе обильно прикрыл трубал снег емкости чтобы мыши не поели по весне буду готовить грядку пока снег не сойдет достану кости на грядке для дальнейшей рассадки и подготовленное место прикрою снегом добра все слоя а дальше ждать таяния обратите внимание подчеркну ждать таяния чтобы равномерно открыла земля на участке после таяния снега думаю чуть прикрыть песком на половину 3-3 четверти чтобы кости были во влаге когда начнут прокрыться песок уберу надеюсь все выдержат и взойдут но готовы слушать критику и поможет быть учением я ответил отвечу на вебинаре вот так что и он еще надеюсь это не сделал вот абрикосы у меня все уже персики у меня в песке и высылаю песке интересно что мои персики это салий с этого субской области привет твоя родня в краснодаре вот я высылал с твоей подачи эти персики они уже прокрыты ладно краснодар вот-вот уже садить можно будет вот это один пример да вот а здесь значит как я отвечу абрикосы все еще еще у меня целый месяц три недели еще будут у меня сухими а потом только сейчас я высылаю сухие а через три месяца через три недели я буду высылать уже в сорок песке вот так вот слушайте дальше значит я предлагаю чтобы этот заставались которые вот такой хитрый способ придумал хотя бы 50 50 50 процентов ну допустим 100 то есть 50 из них ну пожалуйста сделайте обычный стандартный способ который гарантирует ну не 50 процентов 70 90 а вот 120 иногда кажется что сходит больше чем садил ладно кстати это касается персиков интересно тоже поговорим идем дальше но это еще не все дело в том что способ его я и так и так попробовал понять чуть-чуть сырая сгниют понимаете страшновато вот так как вот поэтому половину на удачу получится потом целое составит инструкцию даст научит потому что это самое вы знаете любой способ вот как-то что-то тут не то иногда мне казалось у меня такие случаи были бывают весны сделать все правильно а схожесть плохая и оси жуду ну почему я меня-то я уже других учу почему меня плохо прошло а потом смотрю на небо оттуда команды не было взойти один год дружно всходит причем условия не те же холодильник темнота холод песке сыром сыр что тебе надо а он не сходит и тогда я смотрю на в небо и думаю там слева команды не было зайти а другой год что посадили 120 получишь вот это вот действительно существует поэтому что у него получится я не знаю я сказал что это видите ждать тайне а если во первых я в меркам показал вот значит великолепная статья которую написал наш друг с этого самого с харьковской области так значит мы про это будем потом говорить но она была забракована забракована по формальным признакам типа нахрена науке знать что есть не по правилам напечатать на статья а не по правилам и теперь она не пройдет а то что миллионы людей никогда не узнают и не у них не будет на той же украине вы думаете вся украина персиками забита и так научились уничтожать на украине научились уничтожать персики отсутствие детальное обрезки деревьев особенно персика придет через завязки плановых измерчанин напугали это называется напугали изжар зажоба и тогда есть такое поговорки Извините, грубая. Напугали за жопой. Измельчали. Но дело не в этом. Дело в том, что когда людям попадает это самое... Ну, как бы... Ну, вот появились, допустим, двигатели, я буду тебя сгоряли, ну, допустим, появились коробки автомат, да? Подходит этот самый специалист, который даже не слышал, что они существуют на свете. Кто-то изобрел первую коробку автомат, садится в машину, а она не едет. И он говорит, так, не пойдет. Случилось то же самое. Все забракованы, все по пунктам. Я сделал отдельный фильм. Почему я остановился на этом еще немножко, сейчас объясню. Дело в том, что ежегодная обрезка обязательно, персику, это там, у них. А у нас, я говорю, персику нельзя подходить. Не только что обязательно, запрещено. Персик настолько нежен, что это все. А подробности потом. Я просто в прошлый раз вот так вот я делал. А в этот раз хоть чуть помедленнее. Вот смотрите. Если 100 тысяч человек смотрят фильм, где? Это юг. А это самый юг. Если 100 тысяч человек видят, что Чек ошмыгал нижние листья, сделал искусственный штамп. Кому? Персику. Это тот самый, который или к земле прижимается, или прощает тебе держать. Вы понимаете? Вот. И что получается? Если ты вот так вот делаешь, что ты должен сказать? Ладно, я за тебя скажу это. Вот. За этого специалиста, который учит. Он не просто учит, он учит так, чтобы у него купили персики. Какие? Ну, внимание. Изуродованные. Вот его руками, видите листья валяются. Изуродованные. Вот. Потому что это неправильно. Это не должно быть. Как он должен объяснять по-человечески? Итак. Если... Мы не знаем, он профессионал. Просто... Ну, годы прошли, и я уже не... Все позабыл. Я всегда забываю только краеугольные вещи. Самые ценные. А это так. Значит, есть два разных варианта. Первое. Селекционный. Он... Если он селекционер, и вот так вот сам делает, и учит. И продает. Это предательство. Вот так. Раз. Теперь. А допустим, есть там, где это делается специально. Ну, возьми-то, объясни-то людям, что есть два способа. Первый способ не подходить, ни одной листочки не оторвать. Вот они. Видите, светится беленькая? Это ранки. А это персик. Ой, что вы. Это такая вещь, персик. А это такая нежная вещь. Вот они ранки. Смотрите. Видя. Вот почка, которая теперь развиваться не будет. Вот этот листик, который упал. Внизу. Справа. Этот листик должен был кормить вот эту почку. Смотрите. Видите, беленькая? А это будущая рада. Она заживать будет. Но полностью у персика, по ним данным, 10-12 градусов морозостойкость. Я не шучу. Есть же Испания, Италия. Вот. Приближаясь к нашим границам, 18-20 градусов. Наша учёная, честь и хвала, поднимает морозостойкость до 28-30. А 90% в России где находится? Какой климатический пояс, а? Помните, я вам карту показывал всё. То есть 90% в России всё, что он сейчас делает, замёрзнет. Вот. А теперь скажите. А почему он тогда так делает? А потому что существует промышленное производство, и специалисты механически переносят это и на любительское. Потому что если это вот не делать что-то, тогда и фильма нет. А раз фильма нет, помните, недавно они были монетизированы. То есть за каждый фильм деньги платили. За просмотры. Вот. Ему не жалко эти деревья, а люди купят. Смотрите, что получается. Что такое промышленное производство вначале саженцев, а потом и самих деревьев. Вот они по рядам. Вот у них ошмыгивается. Вот он ошмыгивает. Видите? Ошмыгивает обычно до полуметра. Так, дальше. Ошмыгивает. И идёт техника. И если бы он не ашмыгивал бы, и если бы эти бы дал расти нижним скелетным веткам, ах, мой, где у меня? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот эта вещь несовместимая. Где-то тут будет, сейчас. Ну, и это тоже, например, этот подойдёт пример. Сейчас, сейчас, где же это, где же это? Русинка, 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 дружище, где ты у меня? Ай. Там, где у него вот так вот распластался, это самое, метром на 6, на 8 квадратик под землей. В общем, сами поняли. Итак, саженцы, которые растут у моего друга Русинка, у моего друга Салия, вот, у моего друга Месина, у моего друга Макарова и так далее, и так далее, они не подлежат промышленной обработке тракторами. Почему? Трактор не проедет. Вот, поняли? Я всё время говорю, с этого начинается. И вот когда потом механически это всё переводится сюда, сейчас покажу снова. А, вот, 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 вот скажите мне, пожалуйста, что здесь трактору делать? А они всегда садятся так, чтобы каждый квадратный метр был использован. А это роскошь. Рядом посиди ещё один такой же. Трактор не пройдёт. Три метра, два с половиной метра трактору дать надо? Тогда половину площади земли будет нерационально использована. Вот тогда-то и отрезается до высоты 60-80 метра все нижние скелетные ветки. Как возмещает искалеченное дерево, которое, это, и получается штаб, вот. Ой, какой ты молодец, Дмитрий, что вот такую фотографию роскошную нам подарил для изучения, да? Вот убираем теперь, ну, естественно, урожая уже не будет, потому что веток нет, так? А верхние будут, вот. Нагрузка ляжет на них, это понятно, вот. Вот, а так как нижняя часть будет искалечена в усмирь, тогда придётся дополнительно обрабатывать уже, это сейчас у него, я смотрю, а не ран, ничего нету, вот. Кучерямости нету, ничего нет. Вот, и получается, что способ для промышленного производства с тракторами, не слазя с трактора, что делают? Поливают, не слазя с трактора, опрыскивают, вспоминаем, не слазя с трактора, собирают урожая. Здесь это невозможно. А нам надо, сколько у тебя деревьев, это, сам, Олег Олегович Безинов, я бы тебя директором бы назначил, рядом институт у тебя, этот, самый, Брянский. Вот, а пока твои деревья, это гордость Брянской области. Жаль, что Брянская область этого не знает. Идём дальше. Чтобы вы идею поняли, не надо путать дачные сады и промышленные сады. Вот. Теперь, я, наверное, что-то пролистывал. А, в принципе, кое-что будет. Прошлый раз где-то останавливались. В общем, мы поняли. Руки прочь от нижних листьев, от нижних веток. Вот. Вот это очень важно. Почему? Мы наглеем, мы ещё толком не имеем яблонь, груш, абрикосов. А мы хотим персики. И на полном основании. Почему? Да что с чего не вырастить-то? Первое условие. Не колесить. Второе устроение. Не наглеть и заниматься только самыми мароносокими сортами. Вот они перед вами. Видите? Потом, вот это вот, фактически, это у меня статья, которая, как бы сказать, коллективный труд, да? Вот. Вот это статья. И тогда, значит, я когда... Ладно, только заглянем чуть-чуть. Смотрите, всю статью не будем. Закончите, иначе мы закончим через полтора часа. А так, я надеюсь, в ближайшие пять минут. Смотрите. Ой, ёлки-палки. Вот это вот нас поправляют товарищи, которые это... Вот. Я уже говорил, о чём поправлять. Вот. Из косточки на 34-й год. Поверите? Значит, из косточки. Значит, не такое уж это трудное дело, согласитесь. Дальше. Они, собственно, имеют большой потенциал, им не делаются рано при прививке. Вот. Кстати, косточки у меня через месяц кончатся. И плохо берут, но берут. Дальше. Что такое рано при прививке? Я выбрал два самых диких случая. Первое. Предприниматель посадил, повторяюсь, сад на 8 гектарах, потратил 6 миллионов. Вот. Когда он мне позвонил, Константин, и спасай мой сад, высылай за тобой машину. Вот. А ехать то ли 150, то ли 200 км. Город Абазаи. Выше в горах сад. Вот. Вот такие садовцы ему продали. Ему запретили приезжать питомники. Все запретили. Вот. Богатый человек. Хотел организовать доставку большегрозным транспортом. Вот. Ему сказали только посылками. И когда он согласился, ему прислали вот такое чудо. Вот это есть прививка почкой, прививка окулировкой. Вот. Вот это упоминается здесь, значит, в нашей статье. И так. Им не делается рада при прививке. Надо написать. Большая рада не делается. Второй случай. Доктор наук. Я люблю такие случаи. Доктор наук. Выбрал, наверное, не самый плохой саженец. И учил нас садить яблони и груши. Самые страшные груши садил учить. В ямку. Вот. Да еще бродючек сделать, чтобы быстрее сгнила. Это все было. Вот это недостаток именно деревьев, которые... Персик, учтите, персик. Это самое нежное создание на свете. Подошел к нему. Вот. Не топчи снег возле него. Вообще не топчи. Вот. Старайся не топтать, это самое, дёрну возле него. Никаких перекопок. Никаких этих. Даже когда... Вот. Все считают так. Чем больше яду дарешь, тем дерево здоровее. Значит, там не будет ни жуков, не будет тли и не будет гусениц. А яд-то куда? Отравим почву. Это фактически... Ну, как ее назовать? Это можно назовать газовая камера. Иначе по-другому не назовешь. Вот. Итак, получается, что дальше идет... Поняли, да, что такое привык к почке. Но я никогда привык к почке не отрицал. Почему? Потому что затраты, пятикратные, вот ветку берем, мне сегодня задали вопрос. Сколько почек на ваших высылаемых полметрах? То есть вот. А я человеку, надо же посчитать, лень на балкон был идти, я поискал фотографии, я их ниже покажу. И действительно, поймите, если существует, можно смириться, знаете, с чем? С привык к почкой, если не делать вот таких дебильных ран. Вот. Раз. Ну и потом где-то существуют места, наверное, это Украина, где разницы можно не заметить. А у нас, заметим обязательно, рана от привыки к почке, по сравнению с капулировкой, с улучшей капулировкой, она, как правило, площадь раны в 30-40 раза меньше. Я показывал сотни фотографий. Вот этот момент уловили, надеюсь. Вот. И дальше речь идет о... Вы уже поняли. Я говорю, отдельный фильм сделаю, там будет подробнее. Это, я вам покажу потом еще несколько фотографий, морозостойкость зависит и от того, из каких мест самое дерево. Вот повезло иметь длинный стержневый корень. Вот. Это моя фирменная фотография, я ими горжусь. Вот, потому что учебник возьмут, нарисуют, причем нарисуют, знаете как? А вот так, от фонаря. Вы убедились, да? Не раз. На рисунках, на схемах корни от фонаря. А настоящее, это же надо как дерево выкопать, как дурак его копать будет. Если человек статью готовит, книгу готовит. Я видел такое, кроно, вот оно, перевернул вверх ногами, вот тебе и корни. Я такое видел. Идем дальше. На шестой год 15-20 килограмм плодов. Вот так вот. В Украине, на юге Харьковской области есть опыт. Когда сеется персика Хасанского на шестой год, дают по 20-й год. Это ничему этому не поверило. Товарищ отказался печатать. Отказался печатать. Тысячи, а это же ученый журнал, или там газета, журнал, наверное. Тысячи ученых никогда не узнают, что у них по усам текло, в рот не попало. Они даже еще не знают, что все-таки можно, чтобы в рот попало. Вот. И вот, пожалуйста, огромный потенциал. А вы докажите. Сейчас досмотрю. Смотрите. Украина. Ну, пожалуйста. Это Усалия. Вот красотища какая. Вот. Сумская область. Клоджа Элизова. Вот. Переехали в этот самый. Еще до этого. Уже были. Брянская область. Вот она, Брянская область. Ну, как его? Вот уже в два раза больше, чем у меня. Вот. А еще, еще есть, еще. У меня же есть фотография с десятком мест. Так вот, я этому товарищу написал. Свежись и проверь. Ну, что ты для тебя... С чего ты взял, что тебя лапшу вешает? Ведь вот эта же фотография, это не из этого, не из интернета. Понимаете? Это не из интернета. И вот, пожалуйста, вот четыре фамилии. Железов, консультант. Салли, консультант. Хрущенко, консультант. И, пожалуйста, Семенченко. Вот. Тут у него фотография тоже есть. Вот. Семенченко. Автор статьи. Великолепная статья. Могла прозвучать, как... Вот. Даже сравнить нечего. Даже то, что получилось у Никитина, Максима. Ученый, который 9 лет затворником поработал. Заработал славу и такого отшельника, такого генера, который отсидел чуть ли не в бункере. И что-то делал, что-то сравнивал. Искал, это самое... Работал на уровне... Это вообще уже... Ну, представляете, с ДНК работать. Я его... Целиком-то ДНК никто еще не видел ни разу. Вот. Настолько это миниатюрная вещь. Вот. А вот это все... Оказалось, никому не надо. Ладно. Будет настроение. Теперь так. Ближе к... Как это назовем? Ближе к телу. Ближе к теме. Я Котский Першика. Это тоже Рученко. Это отдельное. Нашел его письмо. Отдельное. Всегда колол после того, как увидел. Они плохо порастают. Уже мотаем на ус. Можно колоть. Можно. Особенно, когда не поросли. Да, и... Хоть плачь, и выбрасывай, делай, что хочешь. Ну, не поросли все. Сельцы из колотых костей получаются обычными. Осваивайте, ребята. Красный, подчеркиваю. Красный. Осваивайте. Хотя, конечно, есть такая мысль, что в природе они должны сами раскроются. Нет. В природе все не раскроются никогда. Вот. Ну, это уже другая тема. А, и правильно вы написали. Если не раскроюсь, есть причина. Совершенно верно, Дмитрий. Двойные ядра, кстати, обычно порастают. Из них порастают революсейцы. Двойные ядра, да. Вот. Кто-то у нас делил, а? Сейчас помню. Макар Алексеев, ты делил персики пополам с одного этого самого. С одного ядра. Так. Артём Семенченко. Автор статьи. Я говорю, у нас кругом талаты. Вот. Карьковский область. Горяк Кузьмич. Ой, нет. Мне это переслали. У нас есть общий, как он называется? Общий канал. И я в этом канале тоже участники заодно мотаю на ус. А куда иначе? Вот какие ребята. Хе. Семенченко 20 лет. Куда мне до его молодости? Вот кто будет этим. Тем самым. Когда. Когда. А когда я не скажу. Он обращается к Валерию Александровичу. А Валерий Александрович это. Это наш. Салли из Сумской области. Ну, один из этих четырех фамилий я цитировал. Итак. Персик. Который вы показали в своем видео. Может быть прорывом делен решение вопроса с курчавостью. Заметьте. Ему 20 лет. Курчавость это бич страшный. Думаю, что косточку нужно обязательно сохранить. А вы догадывались, чьи косточки без курчавости? Ну, как? С одного раза. Нужно обязательно сохранить. Посеять на последнее место. А потом, в следующих годах, наблюдать за устойчивостью этого деревца, курчавость его потомка. Если вырастить и сеять косточки своего плодов, я понять не могу. Артем. Совершенно молодой человек. А Валерий Александрович, это зубр. Это, знаете, это такой бабот. Угу, тем более персики, такой сад. И он ему подсказывает. Ну, вот она наша молодежь-то. Значит так. Сохранить, посеять на постоянное место. Постоянно. А потом, в следующих годах, наблюдать за устойчивостью этого дерева курчавости. И его потомка, если вырастет, и сеять косточки всего плодов. То есть, от него пойдет, то есть, выбирается лучше, от него пойдет лучше к устойчивости к курчавости. И пошло, и пошло. Ведь в семенах передается много информации об условиях роста и того, что нужно, чтобы выжить. И может быть, через 2-3 поколения потомки этого персика будут полностью устойчивость к курчавости. Вы смеяться будете, это все 5-10 лет. Так. Ну, я, конечно, постарше вас буду. Но сейчас я вам тоже подкину одну информацию. Вот. Или уже устали, может быть. Только оставим до следующего раза. Выращивая как-то саду со сморога. Одно из моих наблюдений. Скажу только сам, сам это. Саму идею. Я заметил, как прямое может менять скелет косточек, скелет, скелет самого, самих корней. Причем настолько явно выражено. Пропускаю. Ну, саму идею запомнили? Среди нас много этих самых. Да мне уже даже если Артем Семейсенко, молодой человек, это запомнит, уже хорошо. Так. Идем дальше. Итак, мы смотрим, что такое биологическая несовместимость. Это крайний случай. Я вас буду подводить. К чему? Это крайний случай. Это трагедия. Это в моем саду. Это тоже в моем саду. Это тоже трагедия. Вот. Это сорт Суцрепский. Запомнил. Иногда влезает в свою память. Вот. До этого дал один урожай. Это последний урожай. Последнее дерево. Больше у него нет и сейчас нет. Значит, как это случилось? Обратите внимание на место прививки. Вот оно место прививки. Как это случилось? Оно начало бороться с привоем. То есть, это настолько не захотело, не приняло привой. Вот этот подвой. Это было бесполезно. А еще и урожай добавился. И вот когда оно упало, я разглядел вот это место. У них есть. А вот тут мне не хватило квалификации. Я бы сейчас вот это место сделал бы в 20 раз крупнее. И вы бы увидели то же самое. Вот такой вот. Вот запоминайте этот рисунок. Вот так вот упало. Виноват кто? Про, да? Вес. Почему? Значит, вот еще один такой случай уже. Значит, то есть, я уже знаю два таких случая. Причем, может, мы не дойдем до этого места, а может, дойдем откровенное признание. Вот. Нет у нас сада. А саженцы есть. Но прививаем сами. То есть, я это считаю, что это, как-то я такое слово, с булды. Вот. Взяли, да, прививали, продали. А что будет потом? А ведь это только первое поколение. А когда смотришь, что... А вот нас. Мы организовали это хозяйство 8 лет назад. Что ты за 8 лет мог вырасти-то? И не зря у тебя вообще сада нет. То есть, ни одного дерева не показал. Ни видео, ни фотографии. Все фотографии интернета. А саженцы продают как? Все это подусеял и по этим самым... Достает чередки, привает, зарабатывает. Хороший заработок. Но дело в том, что вместо него, вот этого питомника, да, селекционерами становятся жертвами. Каждый садоват, кто купил. Ну, хорошо, 10 купил, смотришь, 2 и заплодносило. А это моя статистика. Когда на Абу, помните, когда ты рассказывал, привил 40 309 мертвых. Я так начинал. Ха, откуда же у меня 100-граммовые эти королевские взялись? Ветром надуло? Нет. Это была большая работа, которая, может, была уже орден, вот сейчас уже. Ну, и дырку можно уже под ордену просверлить. Ну, не дадут ведь. Почему? Те, кто должен давать этот орден, они это... Далеке от этого. Они знают, что все магазины забиты фруктами. Вот. Так что ордена мы не заработали. И вот это вот берем, как крайний случай. А теперь самое интересное для меня. Значит, я взял, и у меня есть великолепная переписка нашего гения. Я вот сейчас не стесняюсь говорить, что Латинков Юрий Алексеевич – это гений. Его уровень даже не Мичурин. Мичурин, как сказать, это следующая ступень. Ну, допустим, Мичурин это делал там уже не запорожцы, а пусть он делал жигули. А Латинков, это не значит, что он умнее Мичурина или более добросовестный. Это следующая ступень. Он делает Мерседесы. Вот так и все раз. Где-то питомники делают запорожцы, которые разваливаются вот таким вот образом. Вот таким вот, да? Вот. Мичурин – это прекрасный уже жигули. Вот. Ну, что, я на жигули еду. Сейчас у меня он во дворе стоит. Что делать? Тоже неплохо. А Латинков – это уже Мерседесы. Так вот, слушайте дальше, к чему я говорю. Итак, он вступил в спор с одной дабой. Я вначале схватился на какую-то голову. Господи, Юра, когда он мне прислал эту переписку, я не знал, как на нее реагировать. Он рядом с ним выглядел, а дал как мальчишку. Терминов. Десятки, десятки, десятки. Я половину из них ни разу не слышал. Ах, господи, Алексеевич, с кем ты связался? Тебя же сейчас, как это самое, вытрясут, скоро все вот повесят и прибьют на это, на забор. Ё-моё. И вот тогда я эту тему оставил. Когда умер Юрий Алексеевич, я понял, это мой долг. Святой долг, святой. Он настоящий день. Я обязан все, что он сделал, придумал, сделал, открыл, изобрел. Все это должна знать страна. Пусть сегодня там будет 300-500. Но не всегда так будет. Так вот, значит, я потом, господи, прошли годы. Тут я на днях, мне надо его показать, как дядя. А тут женщина, москвичка, его вот так вот, очень, я бы сказал, аккуратно, очень, ну как бы сказать, вежливо поставил на место. И только когда я в нескольких местах взял вот так вот, знаете, вот, а потом делал вот так вот, переносил вот сюда. Ой, жалко, я не подготовил это место. Вот сюда. И вот сюда вставлял. Вы же помните, как сейчас разоблачили сотни, если не тысячи этих фальшивых дипломов? А? Помните, нет? Фальшивых диссертаций. Ну, переписывали годами, десятилетиями друг у друга. А сейчас-то это невозможно. И вот когда я сюда вставлял, оказывается, все цитаты до неё были из этих же работ, а она их просто цитирует. Ну, господи, откуда она столько знает? А Латинков практик, а у него всё сходится, а у него всё логично. А вот сторонник, говорит, тем гибридизации. Вот скажите, я зря всё это говорю. Как ещё это сказать, что есть среди нас, говорите, настоящие. Жалко, что её на свете нет. Единственное, что говорю, сейчас я имею право, моральное право, называть её гением. Теперь дальше. Я зацеплю только одно место. Почему? Может, завтра у меня не будет. Я хочу немножко это место прояснить. У него вот столько написано в переписке, да? Вот. Я боюсь это всё с вами проходить. Я выбрал одно маленькое место и процитирую. Всё. Вот. И немножечко, как называется, прокомментирую. Ну, тут уже, извините, будет два к одному, у нас двое. Итак, цитата. Догадайте сами, кому принадлежит. Мичурин – это наша гордость. Но! Даже сторонник его сетка знакома лично с одним... Всё, для этого она знакома. То есть, она это старшего поколения дама. Восемковцы, когда вымерли. Вот. То есть, дама солидная. Одно плохо – ничего нету про неё, ничего нету. Посмотреть, кто она, где работала, какое образование, где её сорта, где её успехи. Ну, вот, жалко так. Переписку прислал, а не ничего, не адрес электронного. Эх, Юра, Юра. Итак, она пишет. Мичурин – это наша гордость. Здесь очень важная информация для науки. Но даже сторонник Илосенко, знакома Лисус-1, вот что говорят по сортам Мичурина. Он прививал на северный сорт, южный сорт почкой. Внимание, почкой! Почка вымерзала, естественно. Из почки рядом, не помню уже выше или ниже, вырастала химера. Ветка с двумя наборами хромосом. А химеры в северных российских условиях не стойки. И часто постепенно расхимериваются. Эх, и если бы она увидела мой сайт, увидела мою фотографию, что бы с ней было бы? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А почему она сцепилась? Нет, не она. Это была добрая переписка, очень добрая. Потому что у него перед глазами его сад. Сад уникальный, удивительный. Единственное в своем роде. Сад полный химер, уже не химер, а который не расхимеривается. У него не расхимеривается, и у меня не расхимеривается. Слово-то какое? Расхимеривает. дальше вавилов ли создал бичурина и знал ход его работ потом и говорила хибер а вот от кого пошло это презрение вот от кого от вавилова этого не знал прав бы вавилов из 30 сортов яблок дошло до нас три четыре сорта стали расхимерились то есть растворились вот сейчас я вам верну все на место и все по полочкам разложим это и те кто просто хотел учиться выращивать сад потерпеть ребята у нас еще впереди жизнь вся жизнь и так химера железово вот смотрите да банджурский абрикос я привел вы чем она культурный метод одежда успех полный улся давай но культурный при его теплее в саду а у меня холоднее я привел на банджурис а теперь смотрите привал я обычно две почки допустим и 3 ряд 2 как выросла 20-25 веток сперва же тут же это значит что родных могло быть только 1 2 почки по ветки не больше остальные химеры вот то есть еще раз ребята скоро уходить вот друга похоронил дайте высказаться пожалуйста пожалуйста вот этот момент там много такого вот из почки рядом выше или ниже вырастала химера ветка зубы наборами хромосом вот они кроме одной-двух все это химер то есть дальше они должны были умереть это дерево прожило два года дала вот это вот это все этого дерева это было бы лучше показатель на сливами сувенир востока так вот и это дерево у меня слава богу и сейчас живо но это классический я этот самый и уточнял знать у кого у самого сычёва ли сады ватча самого сычёва я всегда гордился когда хоть чуть-чуть как это связь наукой вот и он подтвердил то это сувенир востока ну мой друг выписал в рассашанской станции в этом хозяйке вот а получилось вот это смотрите вот так потом это дерево через два года умерло вот и она должна была умереть но я тогда про химеру не знал ничего ничего таких попыток я сделал около десяти это было таскать вершину успеха она потом все они погибли и что мне надо было сделать чтобы не расхимерилась правильно где не было туда возможности отрезать эти ветки и привить следующее поколение и просто взять вот обе очередное поколение вот это вот отсюда еще попытку еще я делал они умирали я тогда чтобы не было расхимер не просто не догадался вот эти надо было брать теперь я самое главное открывает даже величайших тайн до сих пор я про эти величайшие танды ничего не слышал вот самое близкое это понятно же золотенкова это одна команда вот здесь это все было похоронено когда она написала из почки рядом померзала из почки а рядом больше ниже ветки появились откуда вот тогда подхожу опять который раз и опять это когда-то будет учебника когда-то это будет основана вся будущая агротехника все будущая селекция потому что сегодня это химера а завтра это такая роскошь невиданная завтра вот это не видно а какие они вкусные вот чтобы до этого дайте что нужно знать природу а природа такого и так когда мы отрезаем я уже который раз говорю и когда просто идет ветка и два года появляется молоденькая веточка просто среди года вот на абрикосах часто до слива бывает часто до яблони только об этом не знает что до конца яблони часто провел цветочной пучки сразу на кончиках веток и двух-трехлетний просто это все знать а так как саду почти никто не бывает из учителей этого не могут не знать вот и груши так и фотография кучу показывал вот а здесь получается следующий если берем вот такой толщины ветку вот допустим отсюда пошел побег я вам с десятки сотни фонарек показывают отсюда это где из почки это из клетки клеточный материал вот это и есть химера вот человек смотрит на эту велчок прошел год и подносит прошел два и подносит потом а пошел а он жирует а он сил отнимает и отрезает то что растет на замену той ветки что отрезали или которая замерзла то есть не понимают самого самой природы а назвав химеры и и просто пригвозили извините позорному столбу и вот появились слова химера и расхимеривание и звонит меня а вы проводили в эти самые писал себе новый год говорю со слезами как он называется и ватсапа вот этот где на экране наши лица я уже начал забывать уже несколько лет не пользуемся бы года отошла вот это вот сам когда мы сидим разговариваем 12 ночи у меня вот а у него еще 10 вечера мы заливаем парилки чего-нибудь вот чокаемся об экран и видео вот эти самые беседы вот эти самые то если в эти беседы будут написать это целая книги статьи если кто-то записывал бы а потом случилось чудо тогда я сообразил и вот мне пожалуйста обижают было дело так рядом ученых больше это я тоже тупик а у него это тут деревня а там целый этот миллионный город сколько там научных учреждений академия и вот тут говорит ученые меня обижают на 5 сказали что выращиваешь химер я успокаиваю давай-ка это выпив за это сама много не пили в общем 40 грамм по 50 поверьте даже 50 грамм можно за 3 разлить по 15 вот так вот и тогда вести ли мосты пусть и взяли тельбуста самый главный телемост состояться должен был вот через несколько дней до того как он попал а он оказался в больнице и скоропостижно умер вот это самое страшное он скоропостижно умер вот и самый главный где бы тоже были все это раскрыть а сейчас из-за твоих работы обижается себе арбы дело вот вот это можно сделать я расхимеривать наоборот дело чудеса до чего здесь обе надо очень важных слова сказать вот он позитивали 100 до 110 грамм первый же подвернулся вот этот подвернулся сувенир востока крупными плодами вот это с крупными плодами а вот это груша тот год гигант подмосковья которым я поделся еще добавил так вот и получается что хотел эту тему раскрыть то дело о чем допустим это очень важно и касается всех нас почему вы же помните стоит только сказать что извините но это важно для меня важно для вас тоже будет важно а вот это самое забирайтесь отсылает помните обратно моете косточки я видела в интернете почитала что и вырастут дички типа подавитесь ну слова подавитесь не было я вам показывал эту письмо рукописную так и было да то есть отчек остался без моих абрикосов без фаиды вот а дело в том что на ход нашелся за человек который это помните канал миллион сто тысяч подписчиков вот ваш брат это брат это ваш брат железу валерия это я значит у у него смешанный сад значит у него вырастут дички и жердели значит это я цитирую слава слова обман и мошенничество сколько людей от отучили от этих от будущих и деревьев это раз теперь второе это злой следовательство и у меня таких примеров много вот давайте посмотрим так что такое может даже гуля уже принципе подняли вот у него руках марседес так вот как что лучше 1 марседес или 3 жигуля внутри обычных сорта есть сната которая как бы в ходу и в произведено много уже почти сладкий так далее или это самое или вот это вот марседес дело в том что я хотел что подчеркнуть значит чтобы меня не путали и считали что я проходил из машины как было сказано да я вы его такой сайте как коллективный оппонент то есть несколько человек меня вот как-то дамы которая типа подавитесь я как бы коллективный оппонент и мне нужно с ними постоянно не сотрудничать нет но хотелось бы чтобы и меньше верили и вот получается так ага железо врет что у него лучший сад в россии цитата у железова лучший сад в россии по качеству плодов а теперь скажи что это за плечами чернобая сколько вы их сортов много вы уже все это знаете раз значит так 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 абрикос бай в калининграде 130 грамм черенки от меня получается я буду лучше этот сорт бая ну вы знаете принцип чем круги они же вкус не теряются в крупности бывают грушечер яблони чем грудить и бескусней абрикоса нет они не теряют свои качества от того что вот такие вот значит раз получается да вот она меня обошла до выжить и когда я вру значит случится сорт бай у нее сдаюсь я мальчик вишневые веточки стали вишни укропнились полтора два раза у меня были крупные еще крупные некоторые стали черешнями это второй пример опять у меня обидели то есть получается повышен по черешням я уже второй у меня не лучший сад сейчас поймете к чему я говорю 3 вот он руках держит 300 грамм эти гиганты а у него лучше урожай был 540 грамм у меня 500 или 540 причем не один не два все дерево такое вот и плоды в сладкие вот но у него то получили скрупнее значит получается опять я это вот я уже говорю дмитрий совести имеет и чем меня везде обходишь ну давай хоть говоришь сады дублеры вот куда самое главное это сложилось исторически помните как вовочку спрашивает учительница сколько будет 2 ж 2 . говорит 4 . опасной . разъел руками вареван так исторически служил так вот исторически сажать только мы двое знали как попасть уникальный заброшенный сад с уссурийским игрушками по двое одинаковое прямое одинаковое роскошное лице красавица от меня нарядные фильмы от меня эти самые люди от меня еще десяток все от меня а у него получились нарядные фильмы слаще моей а пошел обижает представляете вот это лицо наглое он меня обижает потом эти самые лесная красавица у меня 200 грамм как-то измельчали но у меня сад постарше уже это сказывается а у него это лесная красавица 300 400 грамм вкус необыкновенный опять обидел вот саламай у меня 50 грамм персики вот я показывал уже в украину не попали сали уже 100 грамм у этого 100 по моему 80 или 100 грамм макарова у шаламая 200 грамм опять я уже 5 или 10 опять обидели страшно ну представляете а у меня лучший сад в иронии то чувствуете моих словах еще рассказать дома у меня есть фильм и есть как она собирает и как принимает у нее там 56 огромных груш крупнее вот чем у него по полтора раза чем у него вы видите на экране да вот так вот держите играть это ваша лесная красавица вот а там его господи это протоси 600 граммовая вот тоже меня обошла объем наоборот измельчали вот еще рассказывать абрикосы это самое у этого у макарова увеличил в размерах увеличил тут же тот же принцип очередная попадают более мягкий климат раз и очередная прививка если удачная если нет отторжения а еще и руки золотые два три три фактора еще лучше я хотел больше вам рассказать у меня сразу все не укладывается венгерки коп будучи косточками ни у кого не отечали даже даже на грамм не отечали и это пожалуйста вот а мужик я показывал несколько фильмов я же не могу не хвастаться у него королевские скосочки получились крупнее от этого же королевского примитая и вот что я всего говорю так вот говорю коллективному оппоненту впереди много грязи будет почему потому что зависть страшное чувство страшно так вот говорю коллективного оппоненту как бы как бы усредненному бой лучший сад это вся россия теперь вспоминаем это я еще покажу вам еще казахстан я вам покажу еще беларусь отстает такие достижения нет украина заполняется персиками еще как помните ведрами косточки бои с меня началось и пожалуйста вот давайте считать так если кто-то хочет меня оскорбить выразить недоверие вот я говорю спасибо я благодарен если бы не было вот этого недоверия вот тогда бы не было бы этой передачи сколько вы нового узнали а сибирь же вы посеваете себе ладно высказал